Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский Дневник Очень Многодетной Мамы, канал Мать-Героиня, а также на канал Кормящая Сестра. Да-да, сегодня мы с вами будем обозревать не только Лёльку и героя её романа, но а также и Женьку-медалистку-кормящую. Давно мы с вами её не обозревали. Раньше я практически каждый день рассказывала новости, которые были связаны с Женькой, ну а вот после отпуска и перед отпуском как-то, если честно, не было возможности даже к ней зайти и посмотреть, что же там интересного. И вот вы знаете вчерашний ролик Кормящей Медалистки, да. Меня он удивил, друзья мои, буквально с самого начала, то есть превью, когда я посмотрела на превью. Ну, для тех, кто не в курсе превью, это заставка этого ролика, я сказать, что обалдела, это ничего не сказать. Вы знаете, вот на этом превью Женька, медалистка-кормящая, уселась в коротких, при коротких шортах, с веником в руках и раздвинула свои ноги широко. Да, друзья мои, именно так. Я, конечно, понимаю, что она в шортах, но всё же шорты слишком короткие и раздвинутые ноги. И вот у меня вопрос на засыпку. А к чему всё это? Неужели Женька показывает нам, так скажем, свои возможности, насколько она в состоянии раскорячиться? Ну, по идее, да, это не то, чем бы стоило гордиться. Вот если бы Женька действительно добилась бы каких-то успехов в чём бы то ни было, это было бы одно. Но раздвигать ноги на камеру, сидеть в коротких шортах в раскорячку, знаете, это как-то вообще некрасиво. И я вот сразу вспоминаю, друзья мои, их разговоры об ужасном тиране, об ужасном мужчине Жене Б. Вы вспомните, как Лёля нам рассказывала, а кормящая медалистка поддерживала свою маму, кивала, говорила, да-да, так оно и было. Вспомните, как Лёлька говорила, Женя Б их дрессировал, он их гнобил, он их тиранил, он обставил, весь дом обвесил этими иконами, он заставлял их ходить в длинной одежде, в платок на голову и так далее. Буквально держал всё семейство Быковых, Смирновых в ежовых рукавицах. Но вы знаете, что я хочу сказать? Вот сейчас Жени Б в их семье нет, да, его, как говорится, и след простыл. Они его сами убрали, да, убрали, но при всём при этом я вот смотрю, что женщины, взрослые женщины в Лёлиной семье, а именно Лёля и её дочка, они буквально пошли в разнос, друзья мои. Они готовы показать всё, что угодно, и жопу, и сиськи, и всё это исключительно ради просмотров. Да, именно так. Я вот не представляю, как можно было учить девочку, да, если девочка росла вроде как в верующей семье, по крайней мере, в которой чтили какие-то моменты, традиции, да, какие-то там вещи, и при всём при этом не успел вот просто простыть, остыть этот след Жени Б, как просто понеслись в разнос, пошли в разнос и Лёлька, и кормящая медалистка. Вы знаете, со стороны это выглядит как-то странно. И что я хочу сказать? Чтобы они не говорили Женька, а также Лёлька, но всё-таки Женя Б, мне кажется, не был таким абсолютным злом. Сейчас им, конечно, хочется винить кого-то в своих проблемах, только вот они не понимают, что Жени Б это уже давным-давно нет в их жизни, а они, в принципе, показывают себя, так скажем, не совсем с лучшей стороны. В общем, как-то так. Ну что ж, друзья мои, что нам показывает Женька? А Женька нам показывает, как у неё, значит, идут мотивашки на уборку. Да, она у Лёльки в доме начинает разбирать. Не поверите, что? Ну, конечно же, шкаф. Вы знаете, я так понимаю, что в доме больше нечем заняться, разбирать больше нечего, кроме вот этого вот шкафа, который они бесконечно, без конца все разбирают. Что Лёлька, что все её многочисленные помощницы, что Светочка, что вот как раз-таки Женька кормящая медалистка. Ну и показывает, тут же Женька рассказывает, значит, вот ей помогают дети, младшие дети, да, помогают девочки, показывают нам Матрону, показывают нам Настю. Что я хочу сказать? Вы знаете, девчонки постоянно какие-то все неухоженные. Ну, настолько это бросается в глаза, ребят, ну это что-то с чем-то. У девчонок постоянно, знаете, вот спутанные волосы, нерасчесанные волосы. Такое ощущение, что девочки встают, натягивают на себя какие-то непонятные платья, которые валяются возле их кровати. И на этом, в принципе, всё. Такое складывается впечатление, что детей даже никто не умывает, детей никто не расчесывает. Я не говорю про какие-то прически. Но неужели сложно, имея столько взрослых баб в доме, и Лёлька, и Света без конца приезжает, и Женя, да, неужели вам сложно взять расческу и провести по волосам двух девчонок младших? Я не говорю про Софию. София в состоянии сама себе, да, волосы, по крайней мере, расчесать. Саша тоже в состоянии это сделать. Но Матрона и Настя, неужели так сложно их привести в порядок? Неужели они не понимают, что со стороны дети постоянно выглядят, как какие-то дети Маугли, которые настолько неухожены, за которыми даже никто не следит? И вот они показывают нам постоянно Матрону. Матрона, как только появится в кадре, без конца высовывает язык. Ну, что это такое? Ну, хоть бы как-то, я не знаю, что-то бы делали с этим, еще что-то, да, либо это не показывали. Но это действительно бросается в глаза. Если раньше я смотрела и думала, что, может быть, мне показалось, то сейчас я смотрю каждый раз, когда показывают Матрону, она высовывает язык чуть ли не до колен. Но это же ненормальная ситуация. И вот вместо того, чтобы заниматься детьми, ребят, ну, сколько нужно даже матери времени с утра, чтобы привести своих девочек в порядок, Лёля рассказывает нам о том, что ее дети по три раза в день моются. Какие моются? Каким образом они моются по три раза в день, если они ходят постоянно со спутанными волосами? Ну, неужели так сложно взять 15-20 минут потратить на то, чтобы сначала умыть своих детей, причесать, а потом показать их в кадре? Ну, ведь действительно складывается такое впечатление, знаете, вот когда смотришь на неухоженных детей, да, на которых даже волосы вот просто в разные стороны не расчесаны. Такое ощущение, что это какая-то семья алкоголиков, где вот родители заняты исключительно тем, что они либо бухают, либо спят, либо в поисках, так скажем, вот этой вот алкашки. Вот здесь все то же самое. Вы знаете, ну, ничем эта семья для меня не отличается от семьи колес, где тоже младшие дети, которые не в состоянии за собой следить, девчонки, ходят постоянно лохматые. Но это, ребят, это позорище. Мне кажется, для многодетных матерей на Ютубе, которые не заняты ничем исключительно кроме Ютуба, это действительно самое настоящее позорище. Когда твои дети выглядят неухоженными, да, какими-то вообще непонятными заморашками, это, конечно же, камень в огород непосредственно своих родителей, в первую очередь матери. Ну, а что Лёля, друзья мои? Ну, а Лёля, в принципе, не до этого. Какие там дети? У нее же Шурик, да. Она, в принципе, и медалистку кормящую позвала только для того, чтобы та сейчас как раз-таки занималась детьми. Женька, значит, помимо того, что убрала дом, посидела с детьми. Она говорит, пойду, пойду на хозяйство, не знаю, чего они туда все ходят. Может быть, Сергей Петрович куда-то уехал. Может быть, еще что-то. Может быть, просто ради контента. В общем, понятия не имею. Ну, а Лёльке некогда, друзья мои. Ей некогда. Ей действительно сейчас надо пилить контент. И вот, знаете, чтобы она не говорила по поводу Шурика, да, я прекрасно понимаю, зачем он ей нужен. Затем, даже рядом. Затем, чтобы у нее был более-менее какой-то интересный контент. Лёлька же видит прекрасно, что как только Шурик появляется в кадре, как только Шурика она выставляет на превью, да, на заставке и пишет какие-нибудь там громкие названия. Все. Так скажем, просмотры ей, естественно, как блогеру уже абсолютно обеспечены. Поэтому Лёльке сейчас не до своих детей. Ей до этого-то особо было не до детей. Она могла себе спокойно взять, бросить своих там маленьких детей, в том числе и своего младенца Веронику, и уехать с ночевкой к той же, к своей подруге Козлодуевой. А сейчас ей вообще не до детей, потому что в ее жизни появился Шурик. Да, друзья мои. Поэтому вот как-то мы смотрим, ничего абсолютно не меняется. Я не знаю, Лёлька говорит, что несколько раз в день к ним приезжает преподаватель, который занимается с детьми. Но, вы знаете, вот я почему-то вот не верю в это, в то, что приезжает преподаватель. Возможно, приезжал, возможно, это была какая-то разовая, так скажем, акция. Мне вот почему-то кажется, что если бы действительно к детям приезжал преподаватель, два-три раза в неделю, Лёля бы это демонстрировала. Даже если бы преподаватель отказался сниматься в роликах Лёли, Лёля могла бы со спокойной душой снять, так скажем, по крайней мере, голос преподавателя, да, и сказать, что вот дети сейчас занимаются. Да, я до этого слышала, где-то две или три недели тому назад, когда к ним приходил, приезжал преподаватель. По крайней мере, так Лёля говорила. Голос был какой-то посторонней женщины. Но, вы знаете, вот мне кажется, что если у Лёли что-то происходит, то вот это что-то она обязательно будет демонстрировать в кадре. А если этого нет, то, скорее всего, этого действительно нет. В общем, как-то так. Потому что Лёлька из той категории людей, которая абсолютно любую ситуацию повернет себе, так скажем, вывернет ради просмотров. Да, в любом случае. Ну, и вы знаете, вот на своём стриме Лёля сидела и возмущалась, задавалась вопросом. А что же делают люди, те люди, которым я не нравлюсь, на моём канале? Неужели им больше нечего смотреть? Неужели, вот я не знаю, да, странно, Лёлька столько лет на Ютубе, и до неё до сих пор не доходит, что людей смотрят, мы вообще, зрители смотрят, и тех, кто нравится, и тех, кто не нравится, и тех, кто вызывает какие-то положительные эмоции, тех, кто вызывает какие-то отрицательные эмоции, негатив и так далее, да, смотрят абсолютно всех. Вот кого люди считают нужным, того они и смотрят. И Лёля постоянно вопрошает и говорит, вы знаете, а вот я сейчас стала самодостаточной, я сейчас стала сильной, а людям нравилось я, нравилось смотреть, когда я страдала, друзья мои. Нет, я хочу сказать, что это абсолютно не так. Вообще люди видят блогера именно таким, каким блогер себя демонстрирует в кадре, да. То есть, если Лёля до этого себя демонстрировала эдакой, знаете, рабочей лошадкой, многодетной матерью, для которой, конечно же, самые главные ценности в жизни это была семья, дети, муж, хозяйство и так далее, да, то, конечно, такой женщине-труженице хотелось, так скажем, рукоплескать, да. И люди, в принципе, этим и занимались. И очень многие люди были в восторге от Лёли. А потом, когда Лёля поняла, что на этом особо хайпа не поймаешь, не словишь и так далее, она решила, решилась попуститься, так скажем, во все тяжкие. И стала снимать себя и показывать себя самым настоящим ютубовским фриком, которому не слабо абсолютно ничего. Не слабо показать пузо, не слабо показать сиськи, не слабо показать задницу, не слабо рассказать о том, сколько раз она там занималась сексом, да, или еще какие-то такие личные моменты, которые, в принципе, женщина, о них она, по большому счету, говорить не должна. Тем более женщина, которая позиционирует себя многодетной матерью, матерью-героиней и, так скажем, некой труженицей. Поэтому вот сейчас Лёлька себя показывает как некого ютубовского фрика, и на нее смотрят уже люди, которые приходят посмотреть на этого фрика. И так оно и есть, да. И ведь это не люди виноваты в том, что Лёля поменяла, так скажем, себя, да, сменила контент, и струженица вдруг превратилась в такую, знаете, какую-то немножко неадекватную, не в себе многодетную мать, которая только исключительно занимается тем, что хайпует и клянчит деньги у людей. И на этом, в принципе, все. Поэтому, конечно, и отношение у людей к ней поменялось. И тем, кто еще год или два года тому назад ей аплодировал стоя, сейчас они просто либо крутят пальцем у виска, либо возмущаются по поводу того, что как Лёля себя, допустим, недостойно ведет, да. Кто-то говорит, вот, она имеет право жить достойно, она имеет право жить хорошо, да все люди имеют право жить достойно и жить хорошо. И никто вообще, в принципе, не полез бы к ней никогда, если бы она не вела себя таким образом, каким образом она ведет себя, да. Если бы она не клянчила деньги каждый божий день, если бы она не вводила людей в заблуждение, рассказывая о том, как же ей тяжело живется, с такими-то, друзья мои, доходами. Да-да, именно так. Она же рассказывает о том, что у нее доходы вообще просто минимальные, друзья мои, как-то так. Ну, а знаете, что самое интересное? Интересно не то, что даже Лёлька так себя ведет. Интересно то, что вот ее хомяки, как раз-таки, они все поведение Лёльки принимают за чистую монету. То есть, это люди, которые даже не задумываются. Вот те, кто действительно, знаете, ведроголовый, они не задумываются абсолютно ни о чем. Они пишут ей в чате, «Оленька, а как бы вот Шурик на вахте, как бы Шурика попросить, чтобы он нашел на вахте мне мужичка лет так на 15 постарше Шурика, мол, такого же делового?» Ребят, я в шоке. То есть, понимаете, для них Шурик уже деловой мужчина. Вот мне просто хочется сказать, да, спросить вернее. Обычно, обычно мужчину судят, ну, как и любого другого человека, по его поступкам, да. То есть, если человек что-то сделал, что-то делал и так далее, судят действительно по поступкам. По каким поступкам они решили, что Шурик – это просто, ну, замечательный мужчина, мужчина, о котором можно только мечтать. Мне вот просто интересно. Какие такие поступки сделал Шурик на камеру, что его можно было бы считать настоящим мужчиной? То, что он тряс на ТикТоке Веронику и целовал ее в задницу и в спину? Или то, что он тряс на ТикТоке других детей, да? Или Якова, или что? Или из чего они делают такие выводы, что вот с таким, как Шурик, можно, знаете, не бояться абсолютно ничего. Ведь любой нормальный человек прекрасно понимает, что Шурик – это просто Альфонс, приживалка, и все. Это временный товарищ в жизни Лельки. Вот не дай бог пропадут ее, так скажем, вот эти вот ютубовские зарплаты, и Шурика, как корова, языком слижет. Он найдет себе другую бабу с меньшим количеством детей, с меньшим количеством проблем. Так именно и будет. Но когда хомяки кричат и просят, Леля, пусть Шурик нам найдет мужчинку лет на 15 постарше, такого же, как Шурик, так и хочется сказать, неужели вы в 50 лет мечтаете иметь рядом с собой Альфонса? Вы мечтаете работать за себя, как говорится, и за того парня? Неужели вообще вот у людей нет даже понимания того, что происходит, и что показывает Лелька? Ну, я так понимаю, что, друзья мои, нет абсолютно никакого понимания. В общем, как-то так, вот такой у меня получился обзор, друзья мои, на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы, канал Мать-Героиня и канал Кормящая Сестра. Пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя, своих родных и близких, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии, всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.